Путин не видит шансов для налаживания отношений с Украиной при русофобах у власти. Отношения между Россией и Украиной не изменятся до тех пор, пока русофобы находятся у власти в Киеве, заявил президент РФ Владимир Путин на 14-й большой пресс-конференции 20 декабря. При этом он отметил, что дело не в конкретных персоналиях. Наступление против человечности, как готовится провокация Киева в Донбассе, специальный корреспондент «Известий» побывал на одном из самых сложных участков границы между Украиной и ДНР, пока в коридорах власти Киева находятся русофобы. Ненормальная ситуация между Россией и Украиной продолжится вне зависимости от того, кто в Кремле, сказал глава государства. При этом он отметил, что, даже несмотря на попытки киевских политиков помешать, разорвать экономические связи двух стран, двусторонний товарооборот демонстрирует рост. По словам Путина, Москва заинтересована в мире и процветании во всем мире и в налаживании отношений с Украиной. Однако он обратил внимание на деструктивную политику руководства этой страны, в частности в отношении Донбасса и его жителей. Кто установил блокаду между Донбассом и остальной Украиной? Это сделали украинские власти, ввели сплошную экономическую блокаду данной территории, которую считают своей. Они стреляют по гражданам, которых считают своими. Заявил президент РФ, по словам Путина, чтобы жители этого региона не оказались в полной изоляции и их там окончательно не порвали, российская сторона оказывает им гуманитарную и экономическую поддержку. Он также добавил, что попытки Киева решить силы проблемы Донбасса, в том числе политические, обречены на провал. 15 ноября президент России заявил, что украинскому руководству придется договариваться с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ДНР и ЛНР, несмотря на нежелание Киева выполнять минские соглашения, которые являются ключевым элементом урегулирования конфликта в регионе. Тогда же Путин прокомментировал прошедшие в ДНР и ЛНР выборы. Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил, АОС. В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик. Продолжение следует...